Информационный день начался с вручения юбилейных наград. Четыре медали к 75-летию победы получили ветераны войны Саматовинского сельского поселения. Их вклад в дело победы сложно переоценить. Медали, которые действительно отражают ту победу, которую добивался и кувал наш район и народ. Медали учреждены президентом Российской Федерации. И мне очень приятно сегодня будет вручать нашим труженькам тыла, которые в юном возрасте помогали фронту, работая в тылу. Не забыли и более молодое поколение. Почетные грамоты получили жители, которые своими делами и поступками помогают развитию малой родины. Далее с докладом выступил исполняющий обязанности главы поселения Дмитрий Чебыкин. За год выросло население, особо отметили активное участие в программах «Народный бюджет» и «Светлые улицы Вологодчины». В прошедшем году, в 2019 году, поселение приняло участие в 10 проектах команды губернатора. Значит, из них первый у нас был ремонт подвесного моста через реку Лужинька. Это деревня Власова. То есть проект успешно реализован. Как всегда, особое внимание уделили сфере здравоохранения. Главный врач Великоусевской ЦРБ Андрей Глухих подчеркнул, что за обеспечение медицинской помощи в поселении отвечают два фельдшерско-акушерских пункта и амбулатория «Новатор». Последняя находится в плачевном состоянии. И это планируют исправить. «В этом году запланирована установка модульной амбулатории. Там вопросы есть, конечно, определенные. Они решаются с департаментом здравоохранения. На данный момент территория есть, все коммуникации к ней подведены. Я думаю, что этот вопрос должен решиться к осени». Эта новость порадовала местных жителей. Но не все в поселении верят, что она будет построена. Лидия Дудина ждет обещанной амбулатории почти два года. С прошлого информационного дня. «Хочу точно, хочу еще дожить, и чтобы выйти в новой амбулатории. И врачей охота много. Ну что это такое? Три тысячи с лишним людей, а у нас зубника нет. Еще что-то там, какие-то проблемы. На анализы сдать надо ехать в город. Матерь Божья, вон куда. Ну, вот у меня такое. Не обижайтесь, я говорю, что есть». Развеял сомнения по поводу амбулатории сам глава Великоусевского района. «Я хочу сказать, что в этом году мы поставим два ФАПа. Один ФАП – Золотанцево, а второй ФАП – амбулатория. Не ФАП, а амбулатория здесь, сельского поселения Самоторинском. Это уже принято решение. Так что тут можете точно не сомневаться. Мы по этой программе участвуем второй год. Первый ФАП мы доставили в 2019 году в деревне Арестово». Встреча с населением продолжалась более двух часов. Это был важный вечер для Самоторинского поселения и его жителей. которые верят в дальнейшее развитие новатора и соседних деревень. Степан Кришановский, Антон Карев. Телеканал «Русский Север». Телеканал «Русский Север».